всем привет сегодня я хотел бы обсудить такой спорный вопрос что круче кунг-фу или карате очень часто я на ютубе встречаюсь и на фейсбуке тоже с людьми которые утверждают что кунг-фу намного круче карате еще сильнее бокс или борьба вот золотая середина которая всегда поможет вам в любой драке в любой потасовке на улице или где-нибудь еще давайте мы немножечко посмотрим на то как развивались вот эти вот направления кунг-фу или карате и сравним что из них может быть сильнее или или слабее сразу сразу скажу что сейчас у вас будут на экране вставки из различных фильмов китайских или допустим американских о том с какой хорошей стороны представлена именно карате допустим или или кунг-фу потому что кто как не лучшие китайские допустим актеры боевиков тоже самое джет ли или джеки чан могут преподнести кунг-фу с более лучшей стороны чем это сделал бы я начнем с того что кунг-фу развивалась в китае первые шаги архивные данные утверждают свыше 7000 лет назад то есть уже тогда когда египте еще не думали строить пирамиды китайцы уже начали создавать свои какие-то стили весь смысл кунг-фу весь смысл сводится к тому чтобы научиться подражать научившись научившись подражать движение диких животных научиться жить в гармонии с природой вот это весь смысл стиль звериных стилей кунг-фу а не достичь какого-то уровня ци или выйти на какой-то астральный уровень или открыть эту чакру закрыть другую чакру пробивая какую-то мантру все это чушь особенно то что некоторые люди называющие себя даосами говорят что вот то 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 все это ерунда все это полная ахинея так будут утверждать люди которые никогда в жизни не связывались не читали первоисточников не читали архивных данных а просто увидели красивый блистер блистер от упаковка то есть когда вы покупаете конфетку вы ее разворачиваете вам вы почему покупаете лежат две одинаковые конфетки внутри но у одной конфетки этикетка блестящего другой обычная бумага какую вы возьмете конечно блестящий потому что она выглядит красивее вот точно так эти люди называющие себя адептами кунг-фу или в ушу или гунг-фу или даосы утверждают что кунг-фу или тайцзи цюань это древнейшее боевое искусство повторяюсь еще раз обратившись к архивным данным китайским и первоисточникам вы найдете там запись о том что это подражание движением неких животных является саморазвитием человека и ставит перед собой цель достичь гармонии и баланса с природой вот и все но тем не менее в китае известны очень сильные мощные стили шаолинские шаолинское направление багуа джан тот же самый винчун у винчуна есть несколько ответвлений и каждое ответвление сейчас уже спустя многие годы начинает утверждать что она самая сильная то есть получается начинать перетягивать одеяло на себя что же у нас происходит в карате карате когда выходила из базы шатакан никто не никто из каратистов не утверждал и не утверждает того что это самобытные стили это крутые стили а вот шатакан это не алёк не камильфо скажем так первые записи о карате в японии на окинаве появились появились около двухсот лет назад это были какие-то самурайские вот эти вот поединки какие-то допотопные вот эти вот комбинации которые даже самообороной назвать очень тяжело и затруднительно потому что даже вот то что показывают в архивных записях киносъемки сороковых тридцатых двадцатых годов прошлого века сегодня к современной самообороне к современным способам самозащиты применить невозможно это всего-навсего рекламный трюк тех людей которые привлекали поклонников в свой стиль но что самое интересное если мы посмотрим на карате в общих чертах на карате и на кунг-фу то мы заметим что все-таки карате становится сегодня намного сильнее намного мощнее и по физической базе по силовой подготовке и по развитию ударных техник этому примером служат очень многие видеозаписи участия тех же самых поклонников икмана винчунистов против тех же самых ммшников или кикбоксеров или тайбоксеров или каратистов кто получает по полной программе естественно вот эти вот товарищи почему потому что они летают в облаках и они не понимают основы того для чего нужно заниматься этим стилем если кто-то занимается каким-то допустим направлением китайским и утверждает что вот это вот является основой всего и если вы будете знать это то вы сможете победить всех он окажется неправ потому что те же самые тэквондисты если они занимаются годами десятилетиями у них очень хорошо развита мускулатура ног у них очень хорошо развита координация движений динамика они свободно снесут вас одним ударом ноги то же самое происходит и с каратистами когда люди занимавшись много лет карате свободно владеют своим телом на улице не важно в какой ситуации будь то дождь будь то снег лед или пустыня скажем так но вернемся к противостоянию кунг-фу или карате очень часто на на ютубе особенно встречается такой вот спор между людьми это круче это не круче это фигня а вот это вот класс скажу вам так каждый силен в своей стихии боксер может быть сильным в своем боксе борец может быть сильным в борьбе в партере каратист на своем додзю на своем додзю ушуист может быть силен в показе каких-то техник в акробатических каких-то элементах каждый силен в своей области и если мы сопоставим допустим сталкиваем ломбами каратиста и кунг-фуиста выигрывает всегда тот у кого больше спортивного опыта у кого больше спаррингового опыта у кого более развито физически тело кто имеет за плечами хорошую базу скажем боевой подготовки вот и все утверждать что вот это вот вот этот стиль круче а этот стиль хуже могут только дилетанты и люди которые вообще не имеют к восточным единоборствам или к боевым системам никакого отношения поэтому со своей стороны я не скажу что допустим тоже тайцзи цюань можно назвать боевым искусством потому что это всего на всего комплекс оздоровительных упражнений отдаленно напоминающие различные боевые движения точно так же по принципу по примеру этого тайцзи цюань можно назвать обычные 1 2 и 3 армейские комплексы гимнастических упражнений боевым искусством потому что в армии раньше было в советской сейчас в российской белорусской где угодно эти комплексы упражнений применяют в качестве утренней гимнастики значит это боевая система ну где смысл где логика в этом я не понимаю поэтому утверждать что допустим тайцзи цюань это боевое искусство это глупо это все знают но есть люди которые до сих пор это утверждают и так же утверждать что этот стиль круче чем этот стиль тоже будет нелогично ну и конечно же несколько неинтеллигентно по отношению к оппоненту или к своему противнику в общем не забудь подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий и оставайся с нами у нас всегда есть что-то полезное и приятное абсолютно для всех всем удачи пока а и и Продолжение следует...